Такого большого седла у меня еще не было. Как здесь много всего. Друзья, всем привет! С вами Фот Романов, привет из Санкт-Петербурга. Вы на канале про людей и мотоциклы. И сегодня у меня круизер. Yamaha Dragstar 1100. Раньше, когда я еще не имел категории А, я думал, что заснуть на мотоцикле невозможно. Но Дмитрий умудрился заснуть. Поэтому давайте-ка спросим, как все было. Итак, встречайте Дмитрий. Дим, привет! Первый вопрос. Как ты умудрился уснуть на мотоцикле? Высыпаться надо, дорогие мотоциклисты. Надо отдыхать перед тем, как куда-то далеко ездить. Обязательно. Иначе это все закончится очень трагически. Для вас, для ваших близких. Короче, не выспался? Да, банально не выспался. Это был какой-то дальняк? Да, ехал в Крым. За один присест? Да ну, не за один присест. Спокойно 4 дня я хотел ехать. Не гнать никуда. Мне нужно было ехать через Питер. Встал на платную дорогу. И на 500-м километре я уснул. И проснулся где? Проснулся уже за желтой полосой. Желтая полоса до отбойника, там, ну, где-то полметра. А, ну, то есть ты не упал, ничего просто? Не-не-не, банально. Отключился на какие-то доли секунды. И все. И раз уж мы заговорили про дальники, давай сразу расскажем, как далеко тебе удавалось ездить на ней. И удобно ли? Удобно, очень удобно. Круизер, Ямаха. Все хорошо, все прекрасно. Большое сидение. Самое дальнее путешествие у меня было до Крыма. По Крыму покатался, потом обратно возвращался. Ехал до Адлера через Новороссийск, Геленджик, до Адлера. И с Адлера обратно на Джугбу, поворот М4 и до Питера. Сколько тебе получается в день проезжать за раз? Это оптимально 700 километров. Когда ты слезаешь с мотоцикла, у тебя есть еще силы, там, в магазин сходить, допустим, да? Ну, вот какие-то дела сделать. Там, вещи элементарно перенести. Не так, что ты слез с мотоцикла, упал и все. Лишь бы до шконки спать. Сегодня утром я снимал Husqvarna Swartpilin. Это был маленький, юркий, удобный мотоцикл. И вот теперь такая большая хромированная штукенция. На Husqvarna был двусторонний крикшифтер, и теперь мне нужно не забывать выжимать сцепление. Тормоза ожидаемо ватнее, чем на Husqvarna. Но в целом, вроде есть. Лапка КПП здесь качелька, и мой ботинок умещается между передней и задней лапкой. Чтобы включать передачу, мне нужно поднимать ногу и двигать ее либо вперед, либо назад. Я уже много раз говорил, что мне нравится, когда лапка КПП в виде качельки, потому что можно делать, как в кино. О, прикольно, как в фаре. В этой огромной фаре отражаются дома. Я начал с конца. Мы с тобой должны сначала сказать, как называется твой мотоцикл правильно. Yamaha Dragstar 1100, а по документам XVS 1100А. Именно вот с литерой А. Классик. Я сказал она, а не спросил у тебя, для тебя это он или она? А по-разному. И он, и она, так я его дружище, ласково. Какой это у тебя сезон? Официально четвертый. А какой у тебя был первый мотоцикл? Вот этот первый мотоцикл. А, то есть ты как раз живой пример, что с литера начинать можно. Можно, нужно, нужно. Я уверен, что нужно, потому что я себя благодарю очень сильно за то, что я не взял 400-ку. Это очень дружелюбный мотоцикл. Когда надо, он может уверенно набрать, уверенно уйти, обгон и тому подобное. Ну, то есть 5,2 до 100 по документам якобы. Ты его брал вот в таком же хорошем состоянии или что-то доводить пришлось? Да, я брал в состоянии нового. Но у тебя что-то все равно отвалилось, ты мне писал. Умерла обгонная муфта из-за сигнализации. Она стала подсосывать аккумулятор, а обгонная муфта на Драгстаре, она очень не любит плохие аккумуляторы. И так обгонная муфта потихоньку умерла. Сначала она начала цокать, потом я приехал ставить его на зимовку в Питер, на заставу, и проконсультировавшись с местными специалистами, обратившись к Тимофею, он сказал, да, это обгонка. Когда я вскрыл вот этот сам, сами мозги, вот этой сигнализации, все-таки добрался, я думал, что если я отрежу провода от мозгов, то у меня мотоцикл заведется. Там просто банальная ситуация была. Я закрыл мотоцикл, ну как автомобиль, чик-чик, все, мотоцикл закрылся, он пикнул, все, встал на охрану. И как-то так получилось, что я просто в какой-то момент не смог снять мотоцикл сигнализации. Ну, это у тебя была сигналка. А я вот почитал, что у многих обгонная муфта умирает, и некоторые даже пишут, что Драгстар надо продать быстрее, чем умерла обгонная муфта. Да, это все. А масло у тебя вытекло где? Масло потекло с сальника штока КПП. Там, с той стороны, я открывал сезон 22-м году, если не ошибаюсь, приехал в Вологду. И утром обнаружил, что у меня есть под мотоцикл масло. И я такой, о, блин, начал везде все щупать, и нащупал этот сальник, который был надорово. Ну, я благополучно добрался до дома, потом приехал в Питер, купил этот сальник, мне его за 5 минут поменяли, и я счастливый поехал обратно. А правда ли, что нужно снимать глушитель, чтобы поменять какой-то фильтр? Да, нужно снимать глушитель. Вот этот, если не ошибаюсь, который идет ниже, чтобы добраться до крышечки, под которой сидит масляный фильтр. Да, это есть особенность, это становится дороже в плане замены масла и фильтра. Совсем не громко работает выхлоп, и это мне нравится. В отличие от интрудера, здесь почему-то я не испытываю проблем с поворотом по маленькому радиусу, хотя вот сел только пару минут назад на этот мотоцикл, до этого не пробовал его. Но почему-то я еду там, где я хочу. Почему с интрудером не так, я не понимаю. Ну, оставим это на совести конструкторов. А когда ты выбирал мотоцикл, вот как ты определил для себя, что тебе нужен крузер, и как среди крузеров ты решил, что тебе нужна именно драга, а не та же шадовка? Во-первых, удобство. Это посадка. Это ровная спина, это прямые руки, это кожаное классное сидение, это ноги стоят, все хорошо, все красиво. Я просто 10 лет откатал на горном велосипеде, и посадка там, мягко говоря, после долгой езды, она очень влияет на спину. Следующий у меня был велосипед, который я догадался купить, это была именно круизер, это была электрофирма такая. И мне очень понравилось, очень замечательно, тоже широкое сидение, ты сидишь прямо, ручки прямо, все очень замечательно. То есть ты по аналогии, да? Совершенно верно, именно по аналогии. Я уже знал, что я хочу. Дальше почему Yamaha Dragstar, потому что простой воздушный мотор, еще там папа Вирага. Драгстары все давно знают. О них люди уже много-много лет ездят, и все все знают про этот мотоцикл. Я вот, кстати, нифига не знаю, вот под этой большой круглой крышкой, там что, воздушный фильтр? Вот это? Да, это воздушный фильтр. И он там тоже круглый, да? Или это просто такая форма? Вроде бы. Бумажный или масляный промах? Нет, обычный. Обычный бумажный. Сколько тебе удавалось на нем разгоняться? Рекорды скорости я не ставлю, у меня крейсерская скорость 100-105, я катаюсь в удовольствие. Да, я раз попробовал разогнаться в 160, он ехал, никаких проблем, но дальше какой смысл? С унимиграничение 180. В твоем режиме сколько у тебя расход? Ну, в среднем, как по мануалу, где-то 5,4-5,6. Ты замеряешь как-то между заправками? Ну, так, время от времени. Хватает ли тебе тяги? Потому что вроде как мотор мощный, но некоторые пишут, что как-то веловато. Как ты скажешь? Мне все хватает, даже с запасом. Ну, возможно, от того, что это первый мотоцикл у меня, я просто другие не пробовал. Ни с чем сравнить, да? Да, ни с чем сравнить, совершенно верно. Но меня полностью он устраивает. У меня был сзади рюкзак, когда я ездил в Крым, то есть еще там где-то килограмм 30-40 сзади, тяга, все хватает, все прекрасно. Возможно, если будет сидеть сзади двойка, и еще с грузом, то тогда, может быть, может, уже и не будет хватать. Ну, фуру-то обогнать получается? Легко. Друзья, минутка полезной рекламы. Нужно обновить мотоцикл или экипировку? Все это можно сделать в одном месте. У моих партнеров в торговом центре Формула-Х в Москве. Формула-Х объединяет более 70 мотокомпаний, собранных под одной крышей. Мотоциклы, запчасти, всевозможная экипировка, а также лодки, квадроциклы, снегоходы и силовая техника. Это 4 этажа или 5 футбольных полей товаров для нас с вами. Я проверил, у них есть все. А еще у Формулы появился YouTube-канал. Там и про мотоциклы, и про путешествия. В общем, все, как вы любите. Заходите, смотрите, подписывайтесь. Нужны мототовары? Начинайте с Формулы-Х. Все контакты Формулы оставил в описании под видео. Хоть звук и не громкий, но ощущение, что двигатель довольно большой. Есть, там что-то лязгает, бумкает, блямкает. Кстати, очень неплохо хватает передний тормоз. Даже лучше, чем я ожидал. Все здесь такое большое, и ко всему надо тянуться. К выключателям поворотов, к гудку. Вот все просто так мне не достать. А сколько у тебя рост, и сколько здесь высота по седлу? У меня рост 181, а высота по седлу, по-моему, на классике 710, что ли. А бензин здесь какой, 92-й? Лью 95-й. Кто-то может лить 92-й. В своем мотоцикле я хочу лить нормальный бензин. Сколько здесь объем бака? Если не ошибаюсь, то ли 17,5, то ли 17, ну, где-то так. И сколько получается проезжать на одной заправке? 240 километров. Я вчера обсох на мотоцикле, поэтому теперь у меня больной вопрос. У тебя здесь есть ли лампочка какая-нибудь? Ничего. Ничего нету? Ни лампочек, ничего. Только одометр. Ну, у тебя хотя бы есть крайник с резервом. Крайник с резервом, да. Бывает, спасает. Ты сказал, что со спиной у тебя проблемы после велосипеда. Вот у тебя со спиной здесь нормально все? Нет, все прекрасно, все хорошо. Первый сезон, какое-то давящее ощущение между лопаток было, но это, я думаю, просто, так сказать, организм адаптировался. Я вот когда ехал сейчас по кольцевой дороге, обратил внимание на такую достаточно крупную дрожь на подножках. Вот если целый день едешь на нем, ничего потом не дрожит у самого? Нет, ничего не дрожит. Вибрации, по крайней мере, мне не доставляют какого-то дискомфорта. Ну, потому что ты, наверное, едешь 110, а дрожал он на 140. Возможно, да. Возможно. Я еще заметил такую вещь, что очень зависит от асфальта, от самого дорожного покрытия. То есть на шершавом больше трясет? Конечно. О, как! Хотел переключиться без сцепления. Все-таки кускварно впрыснуло в меня вот этот вот. Яд квикшифтинга в меня бросило. Каких у нас новостроечек налепили. Это детский садик, судя по всему. Очень необычно я себя чувствую после того, как слез Хускварный. Совсем другое ощущение мотоцикла. Там маленький юркий мотоциклик, ты на нем шмык-шмык-шмык-шмык. А здесь такая прям степенная езда. Хочется поглаживать бороду и посматривать по сторонам. А ты пытался сравнивать Харлей и Ямаху? Я пытался сравнивать Харлей и Ямаху. Я в этом году ездил на два фестиваля. На Штоле я был и на Герлосе. Вот на Герлосе мне посчастливилось посидеть на Роткинге знаменитом. Там какой-то был юбилейный 2003 года. Он тут нафарширован был весь. Красивый мотоцикл, все хорошо. Но когда он завелся, а мотор в раме вот так вот, его трясет, как будто он сейчас с рамы выпрыгнет. Блин, если бы у меня так мотор работал, я бы мотоцикл просто забараковал. Сказал, все, парни, я пригоняю вам в сервис, делайте мне что-нибудь с мотором, пожалуйста. То есть да, Харлей, прикольно, все. Но, блин, я не знаю, по-моему, это не для меня. Мотоцикл на кардане. Мне кажется, я сейчас приеду в пробку. А ведь в пробку я не хочу. Блин, опять включил нейтралку. Вот, кстати, на Баджаже я тоже так периодически делал. Там качелька была меньше. И тоже случайно раз и нейтралку включил, когда пяткой задеваешь. А еще хуже, когда включаешь первую, начинаешь трогаться, но тебя качает. В этот момент ты нажимаешь пяткой на заднюю лапку, вытаскиваешь первую в нейтраль, не знаешь об этом. И посередине перегрестка начинаешь газовать, а тяги нет. И зависаешь там. Это такие неприятные ощущения, надо вам сказать. Так, когда мне нужна нейтралка, ее, естественно, нету. А, есть. Не понимаю я, куда мне ставить ногу. Правую. Но как нравится мне пяткой включать повышенные передачи. С правой стороны два глушителя, и когда стоишь ногой на асфальте, чувствуешь, как от них распространяется жар. Я вот сейчас немножко поездил, но вот правая нога уже подпекается. Как ты, если вот в жару ездишь, жарко, не жарко? Если в пробках, конечно, чуть-чуть тепло идет. Вот с этого цилиндра он более горячий. Этот более холодный. А мне показалось, жарит от труб. Нет, нет. Не от труб, это чисто цилиндр. Говорят, что когда с коробкой что-то не то, то, ну, что ты хотел, это Ямаха. Но у тебя вроде более-менее нормально коробка переключает. Тут, скорее всего, от пробега зависит. Плюс я не отжигаю на передачах. Я еду в спокойном режиме. А это какой год-то я забыл? Год 2005. Я его брал с пробегом в 11,5 тысяч километров. Ну, как думаешь, можно верить в пробегу? Похоже на правду? Да, пробегу можно верить. Все документы. Ну, один владелец, 15 лет владел. Все документы сервиса, заказ снаряды, сервисная книжка. То есть там... То есть он здесь куплен, он не притащен? Он был в салоне в Петербурге, куплен в 2005 году. Ожидаемо мотоцикл четко реагирует на колею и наклоняется. Рулиться, кстати, очень легко. Для такой махины, по крайней мере... А дяденька в соседней машине косит глаза. Конечно, не заметить такую красивую хромированную штуку невозможно. Здесь все гигантское и даже стекло имеет толщину, наверное, миллиметров 5. Вот, по крайней мере, я вижу его срез. Еще раз похвалю передний тормоз. Я, честно говоря, ожидал ватных тормозов. У меня даже вопрос записан для владельца, что типа как ты останавливаешься. Но, пожалуй, вопрос этот можно и не задавать. С тормозами здесь все прекрасно. Я даже теперь боюсь перетормозить, потому что... Потому что реально так. Нейтралка, нейтралка, нейтралка. Нейтралка нету. И я думаю, что можно заблокировать. И тут я вспоминаю свои баджажеские навыки. Давненько я про баджаж Avenger не вспоминал, но поскольку я на круизере, то, естественно, все мои круизерные познания связаны с Avenger. Естественно, там тоже не было АБС. И как я для себя определил, сколькими пальцами тормозить? Я, значит, делал эксперименты, когда я могу заблокировать колесо. Вот четырьмя пальцами, если давить на рычаг, я могу заблокировать, тремя могу, а вот двумя уже практически не могу. И поэтому я начал тормозить двумя пальцами, и это был у меня такой пальчиковый АБС. А есть такое, что тебе в нем не нравится? Мне не нравится то, что связано с датчиком уровня массы. Там так называемый поплавок, и он живет там своей жизнью. И я уже сталкивался с таким случаем, что чуть не положил мотор от масляного голодания. Но это я по своей глупости. Это как бы первый сезон был, там и тому подобное. Но все равно лучше бы было какой-то датчик давления массовым. А расскажи-ка, что там заположил мотор? У меня есть автомобиль, я в него масло залил, и как бы езжу, и он у меня не поджирает, и все нормально. А тут случилось так, что стоит мотоцикл, прогревается, у меня раз, лампочка загорелась. А лампочка чего загорелась? Уровня масла. Уровня, не давление, уровня массы. Я такой, блин, ну ладно. Заглушил, опять завел, все нормально. Пропала лампочка. Вот. И так вот несколько раз в течение недели я уже такой, нет, чтобы просто попросить там кого-нибудь сядьте на мотоцикл, чтобы он ровно встал. Там окошечко снизу. Заглянуть в него, посмотреть, есть ли там уровень. Вот что-то мне только в голову через неделю пришло. Ну, просто понимаешь, мотоцикл по сути новый. 11 тысяч пробега. Все. Это новый мотоцикл, и ты такой, блин, ну, новый мотоцикл, новый мотор, что как-то может уйти масло. Потом попросил отца, он сел на мотоцикл, я заглянул в окошко, и там не было уровня, и я такой, блин, а заказывать масло. И сколько я там, то ли 500, то ли 600 грамм, я туда залил. И показал все уровень. Когда я купил мотоцикл, при первом сервисе залили более жидкое масло. Я потом уже позвонил к ребятам, но обратился, объяснил ситуацию, они говорят, следующее, вот ТО, мы тебе зайдем более погуще масло, и посмотрим, как пробег. Вот в данный момент этот вопрос не решен, просто в заказ наряде, там, ребятам объяснил ситуацию, они написали мне, рекомендуют замена поршневых колец и маслосъемных колпачков, если не ошибаюсь. Но опять же, на 30 тысячах лезть как бы в двигатель, ну, мне это как бы не хочется. Так что, он масло подъедает в данный момент, но немного. Естественно, никаких указателей передачи здесь нет и в помине, поэтому еду, щелкаю туда-сюда, какая передача, не знаю, ну, вероятно, третья. Ощущение гигантского мотора подо мной не покидает меня. Недавно я слез с 375-ти кубового мотоцикла, доцилиндрового, и сел вот на литр 100, на V-Twin. И я не знаю, как вам описать разницу, но вот маленький моторчик, он пыжится изо всех сил, старается вас вести, но ты как-то понимаешь, что поршневек там быстро вращается и старается изо всех сил. Здесь же ты слышишь, как вот этот звук тебя обволакивает, ты ухом слышишь, что здесь что-то там шебуршится, здесь что-то свистит. Про это обычно говорят про Харлеи, но здесь я тоже слышу, что есть еще какие-то звуки сопутствующие, и ты едешь в звуке работы мотора, вот я бы так сказал. Хотя мотор здесь работает совершенно негромко. Как смог, так объяснил. Хотя пока не попробуешь, все равно не поймешь. Сидение большое, но я почему-то постоянно сползаю вперед, и сижу я, наверное, не в сей пятой точке, а каким-нибудь там остаточным процентом. Это же мой Smart Peeling, который я сегодня снимал. Нам с тобой не расстаться сегодня. А я как раз рассказываю про разницу одного цилиндра и вот этих вот двух больших. Ну вот, своими глазами можете увидеть разный подход к мотоцикле настроению. Здесь классическая классика, там современная современность. и очень сложно сказать, какой мотоцикл мне нравится больше. Вот даже если взять, что они в одном бюджете, то какой выбрать, вот фиг его знает. Я бы, честно говоря, наверное, склонился вот к этой Husqvarna, потому что, ну, во-первых, она более новая, у нее очень хорошо настроены подвески, но с другой стороны, как говорится, здесь больше мотоцикла за те же деньги. Нехороший вопрос, ронять бы удавалось уже его? Да, первый выезд мой, когда купил мотоцикл. Ты не знаешь развесовки, садишься на мотоцикл такой и едешь первый раз. Вообще никогда в жизни ни на чем не ездил. Ну, понятно, потихоньку все. И получилось банально, я когда останавливался, я останавливался с повернутым рулем. Понятно. И он меня просто утащил в бок, скинул в себя. Но он уже с дугами был? он с дугами уже был. Ну, поднять-то получилось самому? Да, конечно. В этом плане это легко. Что за прикол с козырьками для фар? Почему-то люди, которые обращают внимание на мотоцикл, там проходят, почему-то всегда нужно пощупать козырек, не потрогать ручку, не повыжимать тормоз, сцепление, не знаю, где-то. Вот обязательно на козырек. Ну, по крайней мере, у меня. Так у тебя из шести козыреков, из пяти, осталось только четыре, да? Сколько у тебя их должно быть? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, еще сзади? Да, сзади еще тоже на поворотнике. Это штатно или это тюнинг? Честно говоря, не знаю. Я думаю, это тюнинг. А вот эти кофры тебе тоже достались с мотоциклом? Все, что сейчас есть на мотоцикле, все досталось мне от предыдущего владельца. Вот прям все, как я хотел. Кофры, спиночка, багажничек, ветровичок, люстра, дуги, там, платформы. Ну, платформы, шли уже с мотоциклом, качелька. В общем, как я себе представлял мотоцикл, там, вселенная мне его условно послала, казино судьбы, не знаю как. И он не черного цвета. Вот это самое главное. Я не против черного, я не хотел ездить на черном мотоцикле. Красный, там, не знаю, синий какой-то, но не черный. Ну, чуть-чуть черного есть, но тут написано золотистый цвет. Просто я часто сталкиваюсь именно с любителями Total Black, которые ищут только черный, исключительно черный, максимально черный. Ради бога, я не против. В черном он проще, в эксплуатации там и тому подобное. Меньше грязи на нем может видно. Но я хочу, чтобы тут блестело. Так, выезжаем на кольцевую дорогу, потому что раз круизер, значит, по идее, на нем должно быть хорошо за городом. Сейчас проверим. Итак, возвращаясь к Свартпилену и Витпилену. Больше 150 на них было ехать совершенно некомфортно. Посмотрим, что нам предложит японский мотоциклетостроитель. Незаметно я набираю 110. Вот на 130 уже так сильно шумит вокруг головы. 140. Ну вот, ощущение такое, что ему не очень хочется ехать быстрее. Хотя он может, а может это мне не хочется ехать быстрее. Ну, 120-130 ехать терпимо. Так, газ на полную выгрузил. Вибрирует уже так ощутимо. Ноги трясутся. Он даже за 140 поехал. Отклик на ручку газа такой заторможенный. Вот я могу ее выкрутить до упора. Сначала ничего не происходит, только потом начинается такой плавный, но уверенный подхват. Почти 160. Хорлевод без шлема валит 150. Какие у меня впечатления от кратковременной поездки на высокой скорости. Мне на своем на этой же скорости ехать гораздо спокойнее. Возможно дело привычки, конечно. И возможно еще я побаиваюсь, что здесь нет АБС, если какие-то дорожные злоключения придется экстренно тормозить, то я не очень готов к таким моментам. То есть не то, чтобы я не умею тормозить, но хотелось бы тормозить с большей уверенностью и более активным, чем с одной стороны думаешь, что нужно гасить скорость, а с другой стороны думаешь, как бы не заблокировать вперед или завтра. Плюс вибрации они уже такие ядреные. Надо как раз будет спросить, если долго валить на большой скорости, то что потом происходит с организмом? Три фары ночью как ездить светят? Да, ночью светят. Когда приобретал мотоцикл, с люстрой возникла проблема. Там была неправильно подключена масса. Все исправили, все поправили и я попросил заменить на китайские диоды. Вот эти боковые, да? Да, это не с той точки зрения, что ночью ехать тебе лучше видно, а именно с точки зрения безопасности. Потому что на трассе даже в дневное время все равно желтый головной свет, некоторые водители не реагируют и выходят в лоб. Когда по бокам китайские диоды белые, а в середине желтый цвет, более крупный, то понятно, что едет мотоцикл. Но все равно можно пугнуть этой стрелялочкой. Они у тебя как включаются? Сразу три или можно по отдельности? Нет, у меня вот тут тумблерочек такой чик-чик. То есть ты когда заводишь мотоцикл включается фара обычная, да? Да, это по умолчанию нельзя отключить. А это ты дополнительно щелкал? Да, это доп. свет. Но я всегда с доп. светом езжу, а в темное время суток очень хорошо, что мне ребята поставили эти диоды, иначе я бы где-то под Краснодаром наверное пропал, потому что мне всю ночь пришлось ехать ночи очень темные на юге и блин, я бы точно пропал бы без этого света. И вот еще интересное размышление по поводу некой настоячности мотоцикла, да? Есть же люди, которые со временем пересаживаются именно на какой-то олдскул, чтобы говорить, что это true, что это настоящий мотоцикл. А взять современный мотоцикл с электроникой, он что, меньше что ли мотоцикл? Наоборот же классно сделано для людей отличные тормоза, различные электронные помощники, страховки. И сейчас я вот очень понимаю тех людей, которые имеют два мотоцикла, круизер и еще какой-нибудь, потому что с одной стороны харизма и настоящность, а с другой стороны удобство, комфорт, да и безопасность, в конце концов, какая-никакая. А что для вас является критерием настоячности мотоцикла, конечно же, пишите в комментариях под видео, будем читать вместе. Я очень нравлюсь себе на тени, вот посмотрите, как я красиво еду вот по асфальту, вспоминается детская страшилка, быстро мчится на машине, малыш размазанный по шине. Это была минутка петросянства. Ну а что, у вас что ли не было такого про бегут-бегут по стенке зеленые глаза? Так, не хочет он переключаться вниз, надо оттягивать его. Бах, включилась первая. Я пробки разведу руками. Так, платформа, она удобна, но я не привык куда ногу ставить, постоянно путаюсь. Ощутимо жарит правую ногу, а с левой стороны нормально. Начал я снимать внешку, а мне Дмитрий говорит, давай мотоцикл может развернем, а я начал снимать с левой стороны. Я говорю, а что, у нее есть рабочая сторона? Конечно, говорит, с той стороны красивые глушители и вот эта банка круглая с надписью 1100. О, какая тень от меня. На дорогу смотри, блин. Конечно, Бажаж Avenger, как бы я его не любил, не давал ощущения вот такой вот, не знаю даже как сказать, ну, чувство собственной важности, да, наверное, так. Здесь даже разгон другой, вот опять возвращаясь к Свартфилину, там хочется побыстрее выкрутить передачку, переключиться дальше, здесь же мотоцикл обязывает тебя быть степенным. Он, конечно, разгоняется, но разгон для литрового мотоцикла, я бы сказал, веловат. Он есть, он такой настойчивый разгон, уверенный, но это не то, о чем вы думаете, допустим, когда говорите о литровом мотоцикле, потому что, допустим, литровый спортбайк и литровый круизер, это совсем разные литры. И вот это вот откровение для меня тоже открылось совершенно недавно, после того, как я поездил на Ямахе R1, я могу с уверенностью сказать, что это абсолютно разные литры. Это как литр молока и литр спирта, причем Ямаха R1 это литр молока, потому что резко, как понос. Вот у меня вторая сейчас, вторая передача, я выкручиваю газ до упора, он просит третью, опять газ до упора, есть разгон, но нету подрыва, вот так скажем, разгон есть, подрыва нет. То есть не будет у вас замирать сердце от динамики разгона, вот это абсолютно точно. Будет уверенный, спокойный разгон, но вот этого вот детского какого-то восторга, от которого въезжишь и материшься в шлеме, здесь нет. Здесь такой, ну все, я поехал и поехал. Поэтому включаем четвертую и спокойненько катим возвращать мотоцикл владельцу. Еще раз огромное ему спасибо за возможность прокатиться по прекрасному Санкт-Петербургу, который сегодня, несмотря на то, что уже сентябрь, сегодня у нас 25 градусов, это в редкости для лета, а для сентября и тем более редкость, и что в такую прекрасную погоду на красивейшем мотоцикле, и тут я не лукавлю, мотоцикл действительно очень красивый, а если у вас есть другой красивый мотоцикл и вы хотите сфотографировать себя любимым рядом с ним или без него, то можете обращаться ко мне за фотосессиями, а также утренники, свадьбы, выпускные, это тоже все я снимаю, можете смело писать мне на почту, почта будет в описании под видео. Также не забывайте заходить ко мне в Телеграм, и там все самое оперативное, куда поехал, кого сфотографировал, чего делаю, когда будет видео, все там вам рассказываю. Да, по пустому городу, вот по беспробочному, едешь себе вообще кайф, но такое у нас редко. Вот этот мотоцикл действительно комфортный в плане подвески, то есть вот он большой, тяжелый, но при этом плавно едет. Возвращаясь к интрудеру, там меня подкидывало на каждом лежачем полицейском, я просто подлетал в воздух, зависал и шлепался задницей на сиденье. Здесь ничего такого нету, вот я переезжаю вот эти бугорки и спокойно еду. О, круизеры! Именно здесь я тоже встречал круизеров, когда ехал на Харлее. У них что здесь, гнездо где-то, что ли? Пишите, за что вы любите круизеры, потому что совершенно недавно мне сказали, что круизеры некрасивые. Я допускаю, что человек скажет, что круизеры это не мое, но сказать, что круизеры некрасивые, у меня язык не поворачивается. А как у вас, тоже пишите в комментариях. В долгой дороге что-то начинает затекать? Только колено, у меня проблема с левым коленом, там сидят два титановых самореза, после разрыва передней крестообразной связки. Это велосипедное прошлое? Нет, это не велосипедное прошлое, это детская травма. Бежал, споткнулся, упал, разорвал и потом через 10 лет мне закрутили титановые саморезы. И в таком положении, у меня еще на коленях тут полностью, то есть, да, приходится разминать ногу в дороге и тому подобное. Ну, ничего, это терпимо. Нарвские триумфальные ворота, прям по курсу. Очень внятные органы управления, практически вот мне не пришлось переучиваться, хотя я этот мотоцикл вижу вообще первый раз, но я даже ни разу не заглох, настолько это все вот как-то понятно и прозрачно, говоря современными словами, но это я про верхние органы управления, а вот с ногами нужно попривыкнуть, куда ставить ногу, куда надо нажимать, чтобы переключить передачу, где тормоз. Был такой анекдот, что если вы на машине не можете найти тормоз, посмотрите в зеркало, скорее всего он там. Так вот, здесь не так, чтобы найти тормоз, нужно сначала посмотреть вниз, а пока смотришь вниз, машина впереди тебя перестает ехать. Нет желания поставить что-нибудь погромче, чтобы разгонять тормоз. ни в коем случае, я именно хотел стоковые глушители, даже если бы тут какие-нибудь дудки, флейты, фиштейлы, неважно чего, какие-нибудь кричалки, рдушки, я бы все равно искал стоковый глушитель, потому что я уважаю своих соседей. Ну, это тоже хорошая позиция, правильно я даже думаю считаю. У меня неожиданно кончились вопросы, спасибо тебе огромное, что приехал, что рассказал про мотоцикл, что дал покататься, удачи тебе и всего хорошего. Спасибо. Сейчас мы повернем на набережную обводного канала, там где во время теста Harley-Davidson Electro Glide передо мной развернулся каршеринг, ну и разошлись мы с ним буквально там в каких-то сантиметрах, это было очень неприятно и с точки зрения того, что я на чужом мотоцикле, и с точки зрения в принципе, что я не хотел бы врезаться в каршеринг, не было у меня такого плана. И я подумал, что каршеринг просто он долбится в глаза и поэтому развернулся передо мной. Но потом, когда я скинул видео в телегу, в которое вас периодически приглашаю, то кто-то мне написал, что скорее всего он тебя не увидел из-за того, что под знаком вот этот вот железный щит, вот эта полосатая хрень, под знаком со стрелкой, я ехал вот здесь, а каршеринг разворачивался вон там вот дальше. Я сейчас вот специально слезу. Здесь, кстати, есть аварийка. Только я не могу в одно шкало откинуть. Я хочу посмотреть, можно ли не заметить меня из-за этой штуки или нет, потому что мотоцикл тоже большой. Ну, теоретически, теоретически на какую-то секунду, наверное, он мог меня прикрыть. Но я склоняюсь к тому, что водитель каршеринга все-таки долбился в глазки и поэтому меня не заметил. Мне повезло, что я ехал очень медленно, потому что электричка это тоже круизер, а круизер хочешь не хочешь настраивает на спокойную езду. Скорость была моя невелика и поэтому мне хватило времени сманеврировать. С другой стороны, я думаю, если бы я ехал на своем мотоцикле сильно быстрее, то я бы просто проехал вместе со всеми машинами, а не плелся в конце. Но тут, как говорится, не угадаешь, где безопаснее. Ехать сзади машин, ехать с машинами, ехать впереди машин. Случаи бывают разные. Поэтому будьте аккуратны, будьте бдительны, будьте внимательны и будьте удачливы. всегда очень непросто их снимать, потому что вот в этих деталях хромированных деталях хромированных ты отражаешься, искажаешься. И когда снимаешь, на это внимание не обращаешь, потом смотришь на весь экран и ты такой маленький, кривенький, толстенький отражаешься в какой-нибудь блестючке. Какой все-таки он здоровенный, какая огромная вилка толстая, какая здоровенная педаль вот эта тормозная, трубы, все такое гигантское. кожаная кофра с замочком, это вообще мило. И самое прикольное, что вот все, этот весь такой олдскул, и вот тут какая-то кнопочка трип, которая вообще не по стилю. О, я вижу себя. Краник бензиновый. Где глушилка-то? А, вот ключ. Все, отдыхай. Субтитры создавал DimaTorzok